Навстречу импортозамещению. Огромный шаг сделали тюменцы из Case Guru. CG-робот. Новейшие роботы-пылесосы. Уберут двухкомнатную квартиру трижды. Два часа автономной работы и огромный пылесборник. Контроль не нужен. Робот убережет мебель, двигаясь по лазерной навигации и куче датчиков. Большие колеса в компактном корпусе с мягким бампером. Никаких препятствий. В мобильном приложении устанавливается расписание уборки даже на неделю. За эффективность отвечают. Уникальный режим влажной уборки с тройным проходом и регулировкой увлажнений. Мощная сила всасывания. Тихий бесщеточный мотор. Турбо-щетка с подсветкой, не наматывающая волосы. Ручной пылесос Home с авторегулировкой мощности. Настолько легкий корпус, что с уборкой справится даже ребенок. Займитесь тем, что нравится, а уборку доверьте к Case Guru. Год гарантии, рассрочка и доставка по всему миру. Заказывай на официальном сайте производителя. По моему промокоду KALIANROBOT скидка 1000 рублей. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране. Мы готовы. Мы поехали подстригаться. Нужно заехать, забрать посылку. Коронидов нам прислали тушенку и всякие там чипсы мясные. Поделимся с Мишкой. Сегодня готов, сейчас подстрижный был. Ребята, я хочу красный спортивный костюм с белыми полосками, если будет. Белые кроссовки, но у меня три пары белых кроссовок. Одни классические и две спортивные, адидасовские. Безрукавку какую-нибудь клевую. Какой-то сегодня посмотрю, пошарюсь. Мишка тоже будет одеваться. Вот он у нас вроде бы чистый, но он, ребята, с жесткой-жесткой пылью. С жесткой пылью. Если не верите, я покажу, сколько он стоит. Я не знаю, месяца три, наверное. Жесть. Заведется или нет, аккумуляторы стоят, ребята, новые. Я поставил новые аккумуляторы, стояли еще родные. Сейчас я рюкзак сниму. Родным было шесть лет аккумуляторам. Почему аккумуляторы? Потому что их, ребята, здесь два. Два аккумулятора такие большие. Один слева, другой справа. Один там, один там. Освежилкой пахнет очень вкусно. Так, ну-ка, посмотрю, документации там не видно. Нет. Вот у меня такие, ребята, освежилки. Я взял две штучки с собой. В Казани я покупал 200 рублей. К ним же прилагается в коробочке вот такая штучка. На нее брызгает. У меня тут орионки на них брызгают. Здесь мешочек тоже на нее брызгают. Классно. Ну и на обшивке можно брызгать. Ни пять, ни ничего не оставляют. Да, ребята, сразу приближу. Это влог. Ключи от Мерседеса я взял. Но не знаю для чего. На всякий случай. Мало ли, сегодня что-то куплю такое, что мне нужно будет отвезти в машину, чтобы потом не везти с дома. Там у меня зарядка и водичка. Пробуем запускать. Пробуем. Застоялся бедный. Сейчас мы побрызгаем. Так, что у нас масло менять еще? Ого-го, сколько? Наездили мы. Уже, ребята, прошел год. Как я люблю поболтать. Больше года. Завладение этим автомобилем. Надо будет как-то отдельно сделать ролик. Сколько было потрачено денег после покупки в него за год эксплуатации. И во что вложено. Вкратце. Ну, давайте запустим. Потому что, когда машина стоит долго, повторюсь. Там месяц, два, три. Нужно запустить, чтобы она проработала. Потому что все, что на двигателе, все стекло вниз за этот долгий-долгий период. Нажимаем тормоза. Ага. Загорелось. И одно нажатие. Запустился. Отлично. Машина прогревается. У меня вылезла вот такая вот ошибка. Она обозначает, либо вы прокололи колесо, либо у вас какое-то колесо спущено. Так как во всех пяти колесах есть датчики. За простой трехмесячный получается. У меня запаска 2,4. Жопа 2,4. Перед 2,5 был. Изначально оба передних было 2,5. Вот видно 2,5. И где 2,1? 2,5 должно быть. За 2,4. 1,9. То есть меньше двух загорается датчик. То, что колесо приспущено. И запаска 2,4. То есть по идее, вот это все у меня 2,4, 2,4, 2,4 должно быть. А здесь 2,5, 2,5. Из-за чего? Я не понимаю. Но резина у меня это второй сезон. Я ее покупал на этой резине. Хакапеллитто 8 зимняя. А летняя резина абсолютно новая. Я на ней наездил 2000. Йокухама. Сегодня мы ее будем ставить. Ну и сейчас я даю до какой-нибудь заправки. Подкачаю это колесо, чтобы у нас пропала ошибка. И нам сегодня все равно перебортовываться. Там уже выставим все давление. И будет хорошо. Я уже забыл про что я там говорил. Сейчас я мотну. Пока машина прогревается. Да. Едем, ребята, в парикмахерскую. Работают с 9. Времени у нас 9.01. Смотрите, какое грязное стекло. Сейчас будет видно. Хопа. Грязь. Она не помоется. Ну сейчас, конечно, нет смысла, ребята, мыть машину. Потому что она вся будет вот такая. Сейчас нам в плюс, чтобы пошел дождь. Она помоется. То есть под ливнем пролететь. Эй, блин, надо Коля почаще ездить. Сейчас у нас тут шинка есть. Еще на шинку заедем. Подкачаемся. И поедем дальше бортоваться. Диски оригинальные стоят. Так что тут претензий к дискам нет. Может через какой-то шип спускается. А может Коля ездить надо. Может немножко почаще хотя бы. Я что сделаю? Я на большой наезжусь. Приезжаю. Бывает один день выходного. Так, мне надо в магазин постираться. Это это. Вы не спускаешься. В доме есть все. Овощи, фрукты. Шаверма. Продуктовый. Аптека напротив. Пекарня. Потому что куда ехать? Зачем? Торговый центр рядом. Куда ехать? И в этом стоит. Ладно, давай подкачаемся и пошли подстригаться. Сейчас, ребята, будем красивыми. Вот эти все места подровняют. И едем за мешкой. Мешка тоже пошел в душ пока. Заберем мишень. Подкачали переднее. Сейчас у нас идет подкачка заднего. 2,5. 2,4. 2,4 сейчас сделаем. Все. Шинка рядом. Сейчас посмотрю. 2,1. Все. Ошибка сразу пропала. Настраивайся. 2,3. Да мне до шинки в принципе пойдет. 2,3. А, 2,4. Все. Все выровняли. Тетка. 2,4. 2,4. 2,4. Запаска. 2,5. 2,5. У меня окна открытые. Он думает, что холодно. Нагоняет температуру. И то, и это открыто разговаривал. На датчик смотрел. Он тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Йоу. Все. Первую проблему мы победили. Все четко как положено. Откуда берется... Я понимаю, в квартире из-за вентиляции берется пыль. В машине тоже нам прибирать. Уже Мишаня пишет. Поехали подстригаться. Готово. Подстрижен. Помолодел лет на пять. Поехали. Воскреснение. Красота. Никого. Люди спят. Николай просто до десяти. В отличие от тебя. Поехали забирать посылку. И за мешкой. Забрало, ребята, посылку. Сейчас покажу, что там. Там еще есть подарки. Ребята, вот такая вот коробка. Это подарок нам от компании Кронидов. Мы от них уже показывали тушенки. В таких мягких пакетах. Или как это называется? Сейчас покажу. И здесь у меня еще подарок на день рождения. От менеджера по рекламе. То есть по рекламе, кто хочет связаться. Ссылки в описании канала и под роликами сотрудничества. То есть мне подарили футболку такую. Я ее посмотрел. Классная. Здесь, ребята, вообще обалденный подарок. Это все от Марины. Девушка Марина занимается рекламой. Вот это, ребята, вот куда я снимаю? Вот это, ребята, класс. Подворотком помогаю себе. Кружечка классическая. Вот я снимаю. Мерседес Бэйс. Видите, какая красота. Сейчас упакуем. И вот это все от компании Кронидов. Абсолютно бесплатно. Ничего нет, меня не просили. Разогреватель портативный. Здесь куча-куча всяких штук. Колбаски. Еще тут только нет. Печень. Можно макрошки отваливать. И туда. Петчонка, свинина, цыпленок. Вот, кстати, разогревали цыпленок такого классного. Так, сейчас разверну, покажу вкратце. Уже Нины две. А, кстати, да, тоже мы ее открывали. Классная. Тушенка, цыпленок. Ой, целая коробка. Гречка с говядиной. Гречка со свининой. Ой, блядь, 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 блядь. Кошмар тут есть и есть. Сейчас будем с мишкой делиться. Складываем обратно и поехали за мишенью. Ребята, у нас выдача. Мы, как всегда, обжоры. Делаются два... Рола. Биг-тестерола. Нет, они по-другому называются. От Миши, всем привет. Привет, привет. Затем мы паркуемся возле Деруа. Шинку нам надо через два часа. Идем шариться по Деруа, закупаемся всякими мелочушечками. Мелочевочками. Покупаемся чемоданчики. И будем ходить, как электрики, устанавливать себе кофигню розетки. Я так-то устанавливаю, что охренеть. Это беспроводная зарядка, но iPhone не работает. Туда свется. Да, iPhone не заряжается? Нет, ну попробуй свой. У меня это. Воспомнику с подчинкой. И там еще прикуриватель есть. Кстати, сегодня бы еще купить. Мерс заряжается. Регистратор. У тебя беспроводная в Мерсе есть? Я и говорю, так здесь должна тоже заряжаться. Ну попробуй, я вот уберу камеру. У меня пластинка, когда с пластинкой не заряжается. А. О, все, наше готово. Ты приготовил? А, нет. Два кофе, трясу камера и два биг-тестерола. Левашки, где-то да. Где-то, короче, будут чемоданы. Берем чемоданы и в них уже все складываем. Такие мелочи. Я еще изоленты возьму. Скотч двусторонний точно. Вот тебе только сложить надо, куда, да? Да, у меня и заливили скотч. Каравинчик на ящик. У меня там такая петелька слабенькая. Ребята, в Левуа есть вот такие вот наборы. Стоит 46 рублей, 50 рублей. Я не буду читать. М6-20. С гайками, шайбами. 50 рублей пакуочка. Длинный взял. Сейчас на 8 возьму. Тоже вот они, комплекты, не кладаются. М8. Чтобы были что-то привернуть. Длинные М8. Не будет вообще все огонь. И десятки можно взять, да? Десятки недлинные, вот такие. Сейчас 2-ля. Саморезы М10, М8, болты. Чтобы были в ящике новые. На всякий случай. О, чемоданчики пошли. Нет, не то, наверное. Рулетка 5-метровая. Нашли мы чемоданчики. Сейчас будем смотреть. Надо быть маленький, наверное, побольше что-то. Типа. Вот, наверное, вот такой. Тут лампочки можно сверху сложить. Не сильно большой. Посмотри. Пушай, вот этот неплохой миш. Тут и сверху. И здесь. Поднял. И тут, смотри, отсек какой. Я что-то прям побольше. Ну, вот он побольше подо мной постоит. Вот он. И это защелка у меня, потому что на Вольге-то, ну, хреновенький был. Тут вообще он на лампочке был. Вот он побольше. Вот такой прям. Это следующий. Да нет, нам побьется. Не подавится. Так. Я, наверное, вот такой возьму, ребята. Сколько он у нас стоит? 450 рублей, Миш, стоит чемоданчик. Короче, у меня Миша тоже, по-моему, уговорил взять побольше, что мало ли не влезет. Мы сходим. Там барахлапка, что-то, по-моему, даже влезет. Ну, кембрики всякие. Придется большой брать. И куда я с таким чемоданом потом? Чего, такой, правда, брать чемодан? И сейчас вдвоем пойдем, как эти, как ремонтики. Так, горит, не горит. Ладно, ребята, беру, я тоже большой, короче. Ну, здесь вот эта штука открывается. Вот таким нажатием. Таким нажатием. Сюда можно то, что увидеть хочешь. Там лампочки. А потом, ну, там откроем на кассе рассчитаемся. Ну, это, конечно, чемодан. Батарейки на фонарик, на пульты, рулетка, саморезы, болты М8. М8 я взял вот такие средней длины, шайбы, гравера, гайки. Это у меня тут по дороге кое-что открутилось. Линейка какая-то. Линейка есть? Ну, да. Это у меня десятки два штуки, тоже, на всякий случай, вдруг что-то отпадет. Десятки два штуки покороче, вдруг что-то отпадет из крупного. Это шестерки средненькой длины, шестерки длинненькой длины, чтобы были. И это у меня, закрывать эту штуку. Пойдем дальше смотреть. Батарейка, ребята, 110 рублей. Ну, что это такое? Это подарки. Под блесну. Какого там ящиков под блесну? Полная машина. Пошли мы дальше. Влог продолжается. Сейчас что-нибудь увидим. Ты там проверил, да? В отделе свет. Да. Свет проверил? Все горит. Все горит? Проводку перетяну. А стременку не забудь? Смотри, маленькие, прикольные. Ну, и что ими зажимать? Не знаю. Рудники не пойдут. Мишка, как валочка смотрит. Зачем киркал? Золото добывать. Вон, маленький, вон. Такой пойдет. Такой? Да. Вот настоящий кувалда. Короче, смотрим, что еще нужно. Тут набор есть, кстати, я сейчас тебе покажу. Классный. С головками со всей фигурой. У-у-у-у-у-у. Ну, вот этой фирмы вроде как ничего. Перчатки, три пары. Прорезиненные. Классные. Что, я тебе отдал все? С молотком он так идет. Она килограммовая. Мы еще вот такие штуки купили. На всякий случай. С ручкой. Мало ли трубку отпилить? Что-нибудь такое. Щетку по металлу я хотел еще. Вот такую. Ну-ка, сейчас по-аккуратней какой-нибудь возьмем. Щеточка по металлу. Это нужно, ребята, штука. 92 рубля. Все, берем. Или вот такую взять. Вот это лучше подлезть. Шпильки чистить. Взяли еще, ребята, напильник. Это он в пленке. На всякий случай, чтобы был. Мало ли, щетка там с болтом. Перчатки другие взял. Черные. Так будет напильничек такой модный. Где-то болтик подключить, где-то что-то не входит. Отлично. Затариваем. Здесь еще у меня маленький набор пойдет с головками, со звездочками. Ще сюда. Лампочки. Да не, не, не. Пошли мы дальше. Изоленту еще хочу посмотреть. У тебя есть рулоны, пользуюсь год, но лучше пусть будет. Так, стяжки у меня есть. Я еще взял комплект. Изолента черная. У меня тоже есть, но еще взял. Пусть будет. Лишнее не будет. То есть даже если пересаживаться с машины на машину, чемодан взял с собой. И у тебя все есть. Мы пошли еще комутов взять. Различных. Таких, 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 что тоже были. Не получилось. Пикает, проносишь. То есть еще клеил. Что-то где-то приклеить, чтобы не распаковывать целиком. Это дюрекс? Что я, ребята, заметил? У Миши специфика всей его жизни. Это грузить мои машины. До того. А сапожки надо еще взять. Эти здесь оставить, а те в машину. Все. Мы сегодня закончили. Шунт проложили. Правильно, шунт. Стены прострабили. Да, стены прострабили. Теперь, ребята, в автомагазин едем. На Руслан. Что-то нам там надо было. А, посмотреть переходник на шланг. Контрольку. Посмотрим сейчас, что там нужно. А, золотники. И всякую пеку. Решил поменять сразу все батарейки. В ключах. В домофоне. Везде карточек. Новый. Проверяю новый ключ. Проверяю мобилайзер. В ключе, которым пользуюсь, батарейка была наполовину посажена. Взял новую. Взял еще одну на запас. И также на мобилайзере. Сейчас проверю еще паркинг. И все. И будет все новое. Все будет таким. Мы, ребята, на заправке. Будем дозаправляться. Пол бака. Пол бака сейчас будет полный. Кушай, проглотик, кушай. И едем менять резину. Вставляем на хранение. Пусть лежит. Прибалевши на монтажку. Блядь, ритуальные услуги. Это что это за? Ну, на шлагбауме написано. Ну, сколько есть. Даже две. Что это за телега? Моя резина лежит. Йо-кошка. Йо-кошка. Йо-коха-машка. Зачем, ребята, перебывался, если это всесезонка? Она... АТ-шка? Я-ко-хама. Валентин, кстати, посоветовал. Я говорю, хочу перелить. Он такой, ага, на твою машину три размера всего сделает резина. И сейчас я скажу, где-то тут написано. Вон, снежинка нарисована. Можно было ездить. И... Вот. Снег плюс грязь или наоборот. Две тысячи она не проехала. Нормально. Два колеса уже бортируются. Ну, что ты смотри, я тут смотрел. Подоставили зимнюю. А что это? Что это? Надо по-мазначам просто молиться, понимаешь? За грехи, за свои-то. Как я так? Я до дома только доехал и воткнул. Вот она у меня и спустила. От них девять. Ребята все выровняли. Сделали все по 2.5. 2.5, 2.5, 2.5. Запаска только 2.4. Ну, надеюсь, что она нам не понадобится. У нас с собой есть насос, набор для заклейки, колес. Это, короче, у нас все есть. Надеюсь, запаску снимать не будем. Потому что ее снимать, это... Проще эвакуатор заказать до шинки. Да. Погадал эту конструкцию, открутишь, все. В общем, по 2.5 все колеса, 2.4 запаска. Запаска, которое колесо у нас приспустило, я поймал какой-то штырь. Не знаю где. Ехал от шинки до дома и все. Поехали мы в торговый центр, ребята, покупать вещи новые. Красивые. Чтобы осенью все девчонки были подальше. Поехали, прибыль, ребята, в торговый центр. Напомню, здесь парковка. И обозначена этими огоньками. Смотришь, зелененькие огоньки, а есть свободные места. Если красненькие, то или я перепутал. Или здесь. По-моему, здесь. Сейчас посмотрим. Паркуемся и пойдем шариться. Сначала кушать. А затем... Да, я перепутал. Это не здесь. В той дубенке, что ли? В той меге. В медведе он нарисован. Медведь он нарисован. А чтоб ты запомнил. Типа стоила? Нет, этот коники, допустим. А где вход-то у нас? Слева вон есть вход. Поехали туда. Ну, нам влево по-любому. Влево? Да, вот тот вход, по-моему, наш. Ну, пропускаете. А? Все, простите. Ну, тут машин было бы побольше, если бы это был вход. Мне как кажется, что... Наебалово. Ребята, мы вышли выложить покупки. Купил оригинальные кроссовки Лакоста. Это будут самые любимые кроссовки. Белые. Полуклассика. Можно с шортами, можно со всякими штуками одевать. И пойдем дальше. Мишаня. Тоже что-то там купил. Сейчас будет еще штаны и ветровки. Ребята, у нас уже 6 часов вечера. 15 минут седьмого. Мы устали, капец. Весь день на ногах. Еще нас впереди ждет лента. Магазин автозапчастей. И только потом домой. Мы находимся на пол... В середине. Между севером и югом, короче. Мы в середине находимся. Мне еще до дома хреначить. На экваторе. Ну, купили, ребята, все. Олимпусы, кроссовки и все ништячные. Вообще классные. Довольны. Переходники всякие, переходники всякие. Фитинги. Заехали мы, ребята, завезли Михаила. Теперь нам надо заехать в Мерседес. Выгрузить ящик с копленными инструментами. Затем его добить. Всем, что у меня есть. Выгрузить коробку с тушенкой. Что еще нужно? Кружку. Продукты я не стал покупать. Уже купим по дороге. И поедем домой отдыхать. Сегодня день, во-первых, спал непонятно как. Во-вторых, тяжелый. Весь день на ногах. Поехали с турдома. Кольцевая. До стоянки. Через телефон темнее на улице. Привет, Мерседес. Пошли перекладывать. Вот такой вот, ребята, у нас влог. Всем огромное спасибо за просмотр. А мы поехали отдыхать. Законный выходной. Пока-пока. До следующего рейса. Субтитры сделал DimaTorzok